Друзья, а вы знаете, как можно определить, насколько квалифицированный специалист у вас работает? Нет? Ну тогда смотрите. А непосвященному человеку углубляться в суть этого процесса, я думаю, не стоит. Потому что за 5 минут вы все равно научиться не сможете. А за 10 минут вы накосячите так, что это будет стоить гораздо больше денег, чем услуги хорошего специалиста. Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу очередной мой шедевр сантехнической разводки. В этом видео я также вам расскажу небольшой процесс, как это было сделано, для чего это было сделано и для чего установлен каждый из элементов в данном виде разводки. Ну также и подключение смесителей, каких смесителей и подключение бойлера. Ну все, в общем, это будет кому-то полезно, а кому-то интересно. Так что поехали! Итак, в общем, обратите внимание, сколько всего здесь у меня установлено. Кто-то может подумать, это просто кошмар, это просто ужас, нагромождение всевозможных труб, элементов. И для чего все это было нужно. Ну, естественно, я вам сейчас об этом всем расскажу и наглядно покажу. В общем, начинается все с того, что у нас здесь установлены счетчики. Это главный элемент любого, любой разводки. Кран, фильтр и редуктор давления. От застройщика стоял один редуктор давления на горячей воде. Я дополнительно установил редуктор и на холодную воду. Ну, для того, чтобы можно было регулировать давление воды, если в этом будет необходимость. Далее у нас идут счетчики, обратные клапана. В общем, это обязательный элемент любой разводки. Фильтр, кран, счетчик, обратный клапан. Вот этот вот аппарат, это называется смеситель скрытого монтажа фирмы ГРОЭ. То есть, с обратной стороны находится его рабочая часть, картридж для включения-включения. И переключатель на душ, тропический душ, он будет находиться у нас на потолке. А здесь вот у нас будет находиться лейка. Ну, вместо лейки можно, допустим, установить гусак. Ну, кому-то это нужно, а кому-то просто достаточно, чтобы была лейка. Далее пошли трубы. С этой стороны у меня холодная, с этой стороны у меня идет горячая. И тут трубы. И вот этот вот аппарат, я думаю, всех заинтересует. Этот терморегулятор у меня установлен для гигиенического душа. То есть, подходящая вода холодная с одной стороны, горячая с другой стороны, смешивается в этом смесителе. И уже вот по этой трубке она идет у меня вот сюда. Здесь у меня будет стоять простой кран с лейкой. То есть, я вам уже показывал в одном видео, как это все устроено. Подобный аппарат будет также работать и здесь. Смеситель, и на нем будет лейка гигиенического душа. Просто открыли кран, попользовались лейкой, закрыли кран, все. Вот такая простая система смесителя гигиенического душа. Очень мало места занимает, сам по себе маленький. И никаких там дополнительных нагромождений здесь уже не будет. Вся у него система устроена вот в этом месте. Так, далее у нас, в общем, вот эти две трубы уходят туда, на кухню. А здесь у нас две трубы, вот они, две трубы идут. Это у нас идут трубы на ванну. Я их протаскиваю, как обычно, по потолку. Вот так вот по стене они, в общем, будут у меня тут опускаться. И вот здесь вот туда будет смеситель. Далее. Далее вот у меня идут две трубы. И вот здесь у меня идет все на раковину. Ну, как обычно, у меня разводка будет прямо находиться в столешнице. Это удобно для тех, кто не знает, как это будет происходить. Я вам оставлю ссылку в описании на это видео. У меня оно уже есть на канале. Так что пока можете посмотреть примерную раскладку. И как это будет выглядеть у меня здесь. Ну, в принципе, они везде практически получаются одинаково. Идет подъем холодной воды. Тут у меня установлен фильтр для бойлера, для того, чтобы смягчить воду. И не образовывалась накипь на тене. Далее идет подъем. Стоит предохранительный клапан и сливной кран. Ну, это обычный кран и стиральная машина. Я его устанавливаю для того, чтобы можно было при необходимости слить воду. Ну, а не через эту маленькую пипирку со шлангчиком. А вот отсюда уже полноценно слить воду с бойлера. Ну, и тут уже дальше идет подключение холодной воды к бойлеру. Так, ну и с этой стороны, соответственно, стоит также кран для горячей воды. И идет подключение просто к бойлеру с горячей стороны. Так, и кто-то спросит, для чего у меня установлено здесь два манометра. Так, как здесь у меня присутствуют редукторы, редукторы, которые должны регулировать давление воды. Но на ощупь и визуально вы никак не можете определить, какое давление сейчас у вас в системе. Поэтому для этого и устанавливаются два редуктора. Один на холодную, другой на горячую. И с помощью них уже можно будет регулировать воду того давления, которое вам нужно. Без них от редукторов давления просто никакого смысла нет. Наглядно на ощупь вы никак не определите давление, которое у вас в системе. Так, ну и вот один остался у меня тут тройник не задействованный. Это тройник на инсталляцию. Холодная вода, которая будет подаваться в бочок. В данный момент у меня еще унитаз отсутствует, но сейчас уже в скором времени я займусь его установкой. Также будет подключение к канализации. Вон у меня там торчит 110-й тройник. Раструб, откуда уже пойдет каналюшка, каналюшка. И сюда вот на раковину тоже будет скрытый монтаж. В общем, все это будет подключение, уже производится чуть позже. Ну, возможно, в этом видео я вам покажу окончательный результат. Ну, а пока вот такая вот разводка, которая сделана мной на данном объекте. Друзья, а вы знаете, как можно определить, насколько квалифицированный специалист у вас работает? Нет? Тогда смотрите. Насколько квалифицированный специалист у вас работает, можно определить по нескольким параметрам. Во-первых, трубы, которые он паяет, должны быть ровные и красивые. Вот как в этом случае. Второй показатель того, хорошо ли он работает и насколько он профессионален в своих делах, это наличие муфт. Муфты вот такого вот плана. Есть два варианта установки муфт. Это первый по необходимости и второй по неопытности. В данном случае необходимость, потому что комбинированная муфта идет труба, и поэтому, чтобы соединить две трубы вместе, необходимо использовать муфту. Также и здесь. В других случаях, как вы видите, нигде лишняя муфта у меня не установлена. Это говорит о том, что работал хороший квалифицированный специалист. А если ваш специалист на каждом сантиметре начинает пихать муфту, это говорит о том, что он не додумал, либо перестарался. В общем, смотрите, сколько муфт он ставит на ваши разводки. Из этого вы можете сделать вывод, хороший он специалист или нет. А лучше заранее посмотрите работы, которые он делал до вас, и посчитайте, сколько муфт он сделал на одной разводке. Мне как-то задали вопрос. Ленар, почему ты не снимаешь процесс работы с трубами? Как ты их паяешь? Как ты это делаешь? На этот вопрос у меня есть две причины, почему я этого не делаю. Первая, самая простая. Я не хочу, не хочу это делать, потому что на это затрачивал очень много времени. Я буду отвлекаться лишний раз на то, чтобы производить эту самую съемку, пояснение, объяснение. И, соответственно, в своей работе я буду упускать какие-то моменты, которые упускать не стоит, и начну косячить. Поэтому лучше я вам покажу окончательный вариант работы, для того, чтобы вы просто увидели то, что получилось, ну и насладились тем видом, которым я вам буду показывать. Ну и вторая причина, тоже такая, более веская, потому что, я считаю так, непосвященному человеку углубляться в суть этого процесса, я думаю, не стоит, потому что за пять минут вы все равно научиться не сможете, а за десять минут вы накосячите так, что это будет стоить гораздо больше денег, чем услуги хорошего специалиста. Это сантехника только для тех, кто занимается сантехникой, а для клиентов и для зрителей, те, которые не посвящены в это. Лучше смотрите, как это просто получается красиво. Углубляться в суть процесса не стоит. Вот две причины, по которым я не снимаю процессы своей работы по сантехмонтажу. Спасибо. На этом у меня все. Я заканчиваю данное видео. Надеюсь, оно для вас было полезным, понятным и доступным. Всем спасибо. С вами был, как всегда, Ленар, на канале Перестройка 116. Всем пока-пока. И увидимся на новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok